Сегодня четверг, а значит, ответный матч третьего раунда квалификации Лиги Европы. Мы на стадионе «Трактор». Минская «Динамо» принимает «Аеки» и «Зларники». Кипрская команда неделю назад дома выиграла со счетом 2-0. ТТ и Хевилл забили тогда по мячу, два окраинных полузащитника. Ну и поставили Минская «Динамо» в довольно сложное положение, учитывая, что минимум два мяча Минчана нужно забивать, но при этом нельзя пропускать. Пропущенный мяч, соответственно, задачу усложняет для Минского «Динамо». В общем-то, наверное, погодные условия не такие, как вчера. Были в Минске, 25 градусов, видим тепла, но, тем не менее, очень жарко, душно, и, возможно, эта погода плюс для кипрской команды, когда команды неделю назад играли на поле соперника, на «Карельник», когда градусов 35 было там, и, понятное дело, что такая же рассказывалась на действиях Минского «Динамо». Вообще, конечно, второй темп был очень неприятный с точки зрения игры минской команды, но в первом команда вроде как неплохо смотрелась. Возможно, тот мяч в раздевалке немножко крылья Минскому «Динамо» подреза. Пока у нас небольшая пауза, вернемся через полтора минуты на тракт. Команда сейчас появится на поле, но отмечу, что болельщиков немного для матча подобного уровня, но здесь еще такой момент, нужно отметить, что занимать места можно только на центральной трибуне, вот на таких специальных креслах, а вот те кресла, которые по периметру располагаются, не предназначены для просмотра матча под эгидой УЕФА. Ну, а вот общеплан на главной трибуне, к сожалению, понятно, что хотелось бы больше зрителей видеть, но сколько есть, только есть. АЕК выставил тот же состав, что и в матче на своем поле. В общем-то, на вольт доволен, наверное, имманул Кит и Диакис был игрой своей команды, поэтому Диакис решил ничего не менять. Вот такая салатовая футболка и зеленую трусу наших гостей из Кипра. Минская «Динамо» произвела четыре замены в сравнении с матчем в «Ларнике». Ну, и, кстати, отметим, что минчане это еще и в воскресенье играли против Днепра. Вот ту тройку центральных защитников снова разбил Гуренко. Кузьминог на этот раз в составе команды. Ну, и Карпович снова, я так понимаю, будет занимать место в этой самой тройке центральных защитников. Два отца в составе минской команды. 35-й Сергей Гнатольевич в воротах. 2-й Игорь Кузьминог, 4-й Нину Галович, 5-й Юрий Остраук, 7-й Артем Быков. Вернулся в состав после трехматчевой дисквалификации. 11-й Антон Сорока, 16-й Сергей Карпович, 17-й Дмитрий Хлебас, 19-й Александр Найо, капитан команды, 23-й Владимир Хвощинский, 31-й Никола Лекович. Сергей Гуренко главный тренер. Ну, и замены в сравнении с матчем в «Ларнике». Игнатович, Быков, Карпович, Хлебас в стартовом составе. Нет старта Климовича с ачивкой «Бегуновой Лукача» не в запасе. Главный судья Али Эванс из Уэльса. Его помощники Даниэль Беккетт и Джонатан Брайант. Четвертый судья Брайан Маркхэн Джонс. Вся бригада из Уэльса, понятная. Наблюдатель из Уэфа Йоанн Вербис. Ну и делегат Уэфа Владимир Генинсон из Украины. АЕК состав этой команды. Хуан Пабло в воротах. Пятнадцатый номер. Третий Мариус Антониадис. Четвертый на майке у Хуана Труйольса. Пятый Даниэль Мойсов. Шестой капитан команды Давид Каталак. Капитан команды из Испании. Седьмой Хорхе Лорена. Одиннадцатый на майке Тета. Двенадцатый Иван Тричковский. Тринадцатый Эктор Хевелл. Двадцатый Винсент Лобан. И двадцатый Флориан Толеменс. Главный тренер команды Мануэл Дьякис. Ну и пока Уэка сезон не стартовал. В общем, наверное, в недельном цикле команды готовилась. Много отмечала, что вроде как еще не должна быть в форме команда. Но на своем поле она показала неплохой футбол. В общем-то так не броско играла. Но зато 2-0 счет привезла в Минск. И вполне этот счет, наверное, с точки зрения двухматчевого противостояния, очень даже неплох для кипрской команды. Представляю своего коллегу, который будет работать с отбровки. Влад Татру. Влад, привет. Как настроение этому тренерского штаба Минской команды? Да, привет, Александр. Привет всем поклонникам белорусского футбола. Действительно, очень непростая задача стоит перед Динамо. Ну и не сказать, что на трибунах эта игра вызвала какой-то дополнительный ажиотаж. Все как обычно на стадионе Трактор. Что касается Сергея Гуренко, то он достаточно спокоен на первых минутах до этой трансляции. И совсем скоро уже и матча. Ну, знаем мы Сергея Витальевича. Судя по всему, вновь он будет очень активно работать в своей технической зоне. Ну и небольшая поправка по составу Динамо. Вот уже на общем плане это заметно. Четыре защитника в линию. Сегодня такой отход от классики этого сезона. У Динамо не три центральных, а четыре в линию. Вот сейчас на общем плане вы сможете в этом убедиться. Убедиться такая расстановка у Динамо. Быков в опорной зоне. Там же на йог, там же получается будет действовать Лекович. То есть три футболиста в центре. Справа Карпович, слева Остраухи. И в центре Кузьмино Кигалович. Ну, наверное, это читалось. Потому что все-таки Динамо нужно забивать два мяча минимум. И три центральных. Ну, в принципе, и по этой тактике можно неплохие таки проводить. Тем более, что тогда крайне освобождаются от черного работы. Иногда они подключаются вот так. Но я думаю, что вот как начинают сейчас команды. Да, смотри на поле. Динамо наполняет соперник. Думаю, вот в таком ключе будет проходить игра в стартовые минуты. В принципе, Айеку что нужно сделать? Нужно поймать соперника на контратаке. Забить быстрый мяч. И это во многом обезопасит команду Идиакиса. Вот эпизод. Удар по воротам. И первый опасный момент. Благо, блокирует туда соперника Нину Галович. Ну, еще одна любопытная деталь. Это то, что сегодня место в воротах занял Сергей Игнатович. Я после матча с Днепром спрашивал Сергея Гуренко, почему Игнатович, а не Климович. Ну, в той встрече тоже Игнатович ворот защищал. Сергей Витальевич ответил, что это просто элемент ротации. Но, видимо, не хотел лишнюю шумиху создавать вокруг этой ситуации. Судя по всему, та ошибка Климовича, которую он допустил на Кипре, стоила ему место в стартовом составе. Ну, да, я соглашусь с тобой, потому что обычно, когда равноценный голкипер, а у Динамо, можно сказать, равноценный голкипер, то есть до первой ошибки обычно вратарь играет. То есть нет тут разделения, мне кажется, на первого-второго номера. Помним, начало сезона Игнатович ошибся с Брестом в кубке. Долго присел на лавку, Климович вроде игра пошла. Ну, и понятно, что в том матче недельной давности, конечно, Климович, по крайней мере, команду не выручил в тех эпизодах. И уже на ногах Сергей Витальевич, что и требовалось доказать. Уже он активно работает, ну, можно сказать, со своей командой, подсказывает ей от кромки поля. Ну, и давайте посмотрим, какой рисунок сформируется в этом матче. Естественно, все мы ждем, что АЕК сыграет на контратаках, а Динамо будет владеть мячом и проводить атаки на борту соперников. Но кто его знает, как оно выйдет на самом деле? Ну, вообще считается, что АЕК очень хорошая контратакующая команда. И вот это показал матч против Спартака в прошлом сезоне в Лиге Европы, когда команда выбила спартаковцев из Еврокубка. Но нам бы хотелось верить, что мяча не урок извлекут. По крайней мере, Сергей Гуренко говорил о том, что, в общем-то, команда сможет отограть два мяча. Будет моментов и на большее количество забитых мячей. Но вообще, на самом деле, мы с тобой работали на матч против Днепра, ну, не знаю, там вроде как по статистике много ударов, да, в протоколе было окончательным. Но так визуально, когда смотрели матч, мы особо не видели вот этих моментов. Только в конце матча, когда Днепр начал раскрываться, уступая один мяч после гола Шепелева, во что-то там пошло Динамо, но в завершении не получалось. Ну, скорее, тот матч, несмотря на победу, он дополнительные сомнения породил, ну, лично у меня. Да, соглашусь, потому что очень сложно минчанам давался тот матч. Ну, и помним мы, что там, в общем-то, был обрамлен скандалом по судейству. Контакт Джигера Игнатовича, потом вот этот пенальти, который назначил судья ворота Днепра. Ладно, проехали Быков с мячом, вот, возможно, его не хватало очень. Хорошая передача проходит, и Сорока не принимает такой шикарный пас. Не окунарт Антон играет, хотя пас уже Быков получился классный. Я смотрел на бокового судью, но тот даже не реагировал на этот эпизод, то бишь, обсайда у Сороки не было. Ну, и расстроен Сергей Гуренко, впрочем, как и все мы, правой ногой, наверное, должен был этот мяч обрабатывать Антон Сорока. Выходить в хорошую позицию и из этой позиции наносить удар по воротам соперников не получилось. Но это такой первый звоночек для Аека на старте этой встречи. Ну, вот вышел в кромке поля испанский специалист, который в Аеке работает, и, наверное, для него 25 градусов холодновато. В пиджаке, хотя жарко на улице, тем не менее, вот так он одет. Правым флангом атакует Аек, неточный пас на противоположный, улетает мяч с боковую линию. Ну, понятно, что в таком матче большим подспорьем был бы быстрый мяч, как вчера Батте забил ворота Слави. Хотя, к сожалению, Батте это не позволило пройти в следующий раунд Лиги Чемпионов. Тем не менее, команда, мне кажется, согласна один из лучших матчей сезона. И вот такое бывает, что вроде как показываешь классный футбол и задачу не решаешь. Но тот мяч, который забил Сигневич, очень серьезно повлиял на ход матча. Возможно, и добавил Батте той энергии, того драйва, который был на протяжении игры. Нарушение правил фиксирует арбитр. Это хороший стандарт для Динамо. Ну, вот показывают коллеги Диакиса. Вот в пиджаке, да, пошел, естественно, на лавочку. И смотрим этот стандарт, который будет исполнять то Быков. Смотрим на вес, скорее всего, Лековича в штрафную. Он тут по-другому вряд ли. На вес, хороший удар по воротам. Нет, не получается толком пробить у Нино Галовича. То он бил по воротам, но толком по воротам не попал. Ну, вот два таких интересных уже момента возникло около ворота наших сегодняшних соперников. До целенаправленной такой атаки, до атаки с завершением. Дело не дошло, но будем надеяться, что это станет подспорьем. Ну, да, тут атака, атака, но очень внимательно нужно сзади играть, потому что забивая Айеке, нужно будет уже четыре мяча. Мяченым забивают, ну, а что такое четыре гола для минского Динамо? Мне кажется, это очень много, и тогда уж под серьезный вопрос поставят мяченец в свое пребывание в Еврокубке в этом сезоне. Левый фланг у Айека. Хевилл получает мяч. Кстати, в начале матча момент опасный удар с подсоперника. Ну, вот, пожалуйста, эпизод. В начале матча в Ларнике смотрелся неплохо Тетте. Обил, кстати, поворотом Флориан Толеменс. Это французский легионер Айек. Он голевую передачу на Хевилла сделал. Так вот, Хевилл как-то так не особо смотрелся в начале игры. Именно он сделал пас на Тетте, который перебросил Климович, а потом Хевилл забил такой несуразный мяч после сброса как раз-таки Флориана. Так что два крайних полузащитника Айека отличились голами в том матче. И к ним нужно внимательно относиться. Они пройти могут и обыграть, и навесить, и забить, как мы видим. Быков. Остраух. Там очень мелко Остраух играл, мяч за буковую, соперник выбил. Здорово, здесь Остраух обыгрался с Быковым. Передача вперед на Хлебоса. Не получилось. И контратак. Вот, похоже, уже понятно, да, как будет действовать все-таки Айек. Нет никаких неожиданностей через контратак и через стремительный выход. Из обороны в наступление. И здесь нужно быть очень внимательными минским «Динамовцам». Хорошо ставит корпус Хвощинский. И передача вперед на Сороку. Он в положении вне игры находился, но и в целом передача была слишком сильной. Да, передача сильная. Ну и к тому же офсайд фиксирует боковой судья Антона Сороке. От него, кстати, очень многое будет сегодня зависеть. Потому что Сороку главный бумардер минской команды. Да, в общем-то, есть вопросы к реализации и у Хвощинского, и у Сороке. Но, тем не менее, главное, что парни моменты генерируют. Надеемся, что моменты будут. Восьмая минута на секундомере. Пока, в общем-то, пока серьезно ничего не было. У ворот этих и других. Ну, бил соперник там из-под защитника «Динамо». Бил Флориан, но выше ворот мяч пошел. Я думаю, многие следили за первым матчем, поэтому тут особо знакомиться с Айеком не приходится. Я уже все рассказал об этой команде, поэтому, естественно, с тобой будем следить за тем, что на поле происходит. В первую очередь, и отвлекаться на разные там биографические данные игроков смысла никакого нет. Заброс за спину Карповича. Карпович здорово обгоняет сейчас Хевела и пасует партнером. Нина Галович. Ошибается, Карпович. И сам ее исправляет. В подкате мяч выбивает подальше от собственных ворот. Тревожный эпизод. И смотрите, мяч под свой контроль Айек забирает. Перевод налево. Очень техничный футболист в составе команды из Кипра. Ну, кстати, отмечу, что вот Тетте и Хевела сейчас на одном фланге играют. Вот 13-й номер и 11-й. Это два крайних полузащитника, но вот сейчас они сместились на один флаг. То есть такой перевес на левой бровке составляют в атаке своей команды. Перевод направо от Мойсова. Вообще два очень хороших центральных защитника у Айека. Мойсов, Македонец и капитан команды. Опытный испанский игрок Давид Катала. Вообще проиграл много он где, но по большей части в Сегунде выступал. Такие команды, которые непрезентабельны. Но вот на Кипре играют уже порядка четырех сезонов. И сейчас капитанит. Очень здорово в обороне играет. Вот, кстати, он сыграл грудью. Направо отмечу. Здесь спокойно. Здесь вот Кузьминок. И мяч улетает за боковую. Не удалось сохранить его в поле Артему Быкову. Но он все-таки тяготеет, да, ближе к лему флангу. Хотя исполняет центрального полузащитника. Наёк ближе к правому. Ну и такой самый низкопосаженный полузащитник – это Олекович. Он страхует центральных защитников. Ну и не знаю я, с чем связана эта замена. Смена формации игровой. В первом матче бросалось в глаза, что много пространства между линиями. Динамовцы оставляли. Этим пользовались соперники. Могли развивать свою атаку уже перед штрафной и лицом к чужим воротам. Может быть и с этим связано изменение формации. Всё-таки Олекович чуть глубже играет. И все эти моменты он способен почистить сегодня. Ну, кстати, честно говоря, тоже не понимаю. Вот ты объяснил, но тут ещё один момент возникает. Всё-таки Динамо на Лигу Европы ставят очень сильно. Помним мы матч против Днепра, да, кубковый, дублирующим составом. Ну и вот если собирался менять формацию Гуренко, возможно, стоило ему попробовать матчи с Днепром чемпионата Беларуси поменять формацию. Попробовать играть в четыре защитника, да, а не в три центральных. Протестировать её. Да, но с другой стороны, я думаю, что Идиаки со своей бригадой смотрел этот матч, нашёл видео. И поэтому, возможно, вот такое изменение, это такой сюрприз, своеобразный для тренера соперника. Почему нет? Сильно направо. Здесь Карпович успевает к мячу. Карпович попытался обыграть соперника. Не получилось. Правда, мяч возвращается к Карповичу. На Йог попытка взялась передачу штрафную площадь. Галович на подборе. Нам нужен счёт, конечно, матч против работничка 3-0, который был здесь на тракторе. Но, конечно, работнички АЕК две разные команды по силе, безусловно. Не было офсайда у Сороки на этот раз. Ну и, кстати, для тебя не сюрприз, что с первых минут Хлёбас играет в стартовом составе команды. Но обычно он в этой тройке атакующий, я имею в виду, он, это Сергей Гуренко, использует кого-то из двух балканцев, Николича или Балукича. Скорее всего, Лукича, да. Да, сегодня оба на скамейке запасных играет Хлёбас. И для меня, честно, это момент удивительный. Возможно, считает, тут скамейка загорелась АЕК и считала, что тут нарушал правила. Галович против соперника. Но, как показывает судья, Флориан сначала придерживал Галовича. Да, вот нам повтор коллеги показывают. Действительно, сначала Флориан завалил Хорват, а потом уже, соответственно, падая, упав на газон, Хорват завалил соперника. Пока мяч у Динамо, но пока, в общем-то, не хочется говорить о том, что... Очень уверенно здесь Антониадис. Наёк очень цепко играет в отборе. Очень цепко играет в отборе. И два мяча не возвращает своей команде. Ну и пас на право от Винсента Лобана. Кстати, очень хороший опорный по-защитнику Хорхи Лорена. Вообще, на самом деле, многие называют это икспанской командой. Понятно, что это не элитные испанские футболисты. И тренер у них, который в свое время играл в низших дивизионах, он, в общем-то, не элитный испанский специалист. Но все-таки Испания футбольная страна, как мы знаем, и там плохих футболистов очень мало. Даже команда, поднимающаяся секундой, там, ну, с небольшим подкреплением, да, довольно неплохо выглядит в примере. Понятно, что на десятку он не претендует, но есть варианты, когда он и не вылетает. От Наёка мяч перелетел Гуренко, бросает из боковой Антониадис. Ну, кстати, один из двух игроков, который имеет кипрский паспорт в составе, это он и Лобан, остальные все легионеры. В стартовом составе имею в виду. На этот раз Наёк там едва не убил соперника, но вот эти моменты, да, вот я обращаю на это внимание, пока лишь 13 минут, но я думаю, что вот такие моменты мы видеть часто будем, если Аек будет что-то устраивать, да. Полежать на газоне, потянуть время, понятно, что межсезонье команда пока еще продолжается, понятно, что больно Флориану, но это все вместе. Еще раз повторно показывают, ну, да, жестковаться играл Галович, тем не менее, не так, чтобы на желтую, как там просили на скамейке Аека. Итак, Антониадис будет навешивать, направо переводит. Справа играет Труйольс. Тут приехали кипрские журналисты, ну, несколько вложепресских тут сидит. Очень хорошее настроение у них, и такое ощущение, что они уверены, что команда выходит дальше. Понимаю, что 2-0 счет, ну, если не брать счет там 3-0, 4-0, оптимальный с точки зрения минимальной, оптимальный счет для домашнего матча 2-0, когда ты так выигрываешь дома, не пропуская от команды соперницы, приезжаешь на выезд, при 2-0, очень хороший расклад у тебя, чтобы проходить дальше. Кузьминог играет ногой, мяч вылетает от соперника за пределы поля, удар от ворот. Ну, немножко так подзаполнилась трибуна центральная, на которой все болельщики сосредоточены. Есть фан-сектор АЕКа тут на боковой трибуне. Ну, и понятно, горка тоже не пустует. Горка тоже плотненько заполнена болельщиками. Те, кто вот, возможно, там даже, кстати, знаешь, есть те люди, которые постоянно ходят на горку. Есть же такие, которые просто вот там облюбовали себе место и постоянно наблюдают оттуда футбол. Ну, ты знаешь, вот если взять горку, то здесь, конечно, больше обычного зрителей сегодня. Ну, кубок Лигы Европы, вернее, да, непростой чемпионат Беларуси. Ну, и, кстати, тут еще один момент, все-таки рабочий день. Никакой дачи в рабочий день нет, да, может быть, поэтому чуть больше с работы кто-то ехал и заехал. АЕК в атаке. Ну, это тоже неудивительно, все-таки постоянно мячей не мяч держать не будут. Это понятно, иногда и сопернику придется его отдать Сорока. Принимает Антон мяч, под него там подходит соперник Катала. Рядом с ним направо перевести бы сюда на Карповича. Было нарушение, свистит валийский судья, считает, что нужно дать свисту. Очень здорово сыграл Антон Сорока, зацепился за мяч около чужих ворот, сохранил его для своей команды. Ну, и в итоге вот сейчас стандарт очередной для «Динамо». Ну, видим, как по ногам Тетта ударил футболиста минской команды, Владимир Хвощинский это был. Но очень хочется, чтобы пошли вот эти навесы, стандарты. Наёк и Лекович у мяча. Наёк штрафную посует и угловой удар. Хорошая подача у Наёка, ну а угловой будет исполнять Быков или Лекович. А может быть и розыгрыш мяча состоится. Ну, там пришли два игрока кипрской команды, поэтому вряд ли разыгрывать стоит. Пошёл на верш в штрафную. Ну, Кузьминка передача. Не получилось пробить. И ответ соперника очень неприятный. Жёлтая карточка, мне кажется, тут будет показана. Нет. Простил судья на первый раз. Но там явно в соперниках мяча не действовал. Остраух на жёлтую нарывался. Ну, вот и Дьякис тут, я так понимаю, по этому поводу обращается к резервному судье. Да, очень он эмоционален. Говорит, что это чистейшая жёлтая карточка. Таким повышенным, я бы сказал, голосом. Вся скамейка спохватилась. Принялось обсуждать данный эпизод. Ну, и там действительно Островок срывал потенциально опасную атаку соперника. Ну, хочет, конечно, АЕК всё-таки в группу пройти. Лиги Европы в прошлом сезоне не получилось. Выиграли у Спартака вот в этом же раунде. Но в раунде плей-офф уступили тогда Либерицкому Слову на 0-1-0-3. Ну, а в этом уже Еврокубковом сезоне минчане, напомню, прошли руновики-работнички. Ну, а, соответственно, их соперник прошёл Гибралтар и ирландские Корк-Сити. 5-0-1-1 разобрались с Гибралтаром. И 1-0 дважды с Корк-Сити. Ну, то есть получается, что в этом розыгрыше пока АЕК поражение не знал. Уже пять матчей сыграла команда, но ни разу не уступила. Некому НАЕКу отдать. Пасует в центр. Обыгрался с Лековичем и продолжает атаку Динамо Карпович. Снова Лекович. Ну, и вот Карпович не рванул по флангу. Сорока на него заброс. Катала здорово ставит корпус. Разводит руки в стороны. Не пускает Антона к мячу. 18-ая минута, пока Динамо ни разу поворотом не пробило. Но чем-то, кстати, напоминает, да, вот этот матч. Матч против Днепра. Только в отличие от того же Могилева, которого, такими, помню, мы отмечали длинными забросами туда мяч засылал. Вот как сейчас у кипрской команды. Большей частью, да, через мелкий пас АЕК уходит в зону винской команды. А обороняется АЕК также аккуратно и уверенно, как могилевская команда, не позволяя бить поворотом своего голкипера. Но тут зацепил Динамо ведь соперника за плечо. И судья посчитал, что штрафную нужно назначить и пробить его, собирают игроки АЕКа. Ну что, один из, это Хектор Хевилл, 13-й номер там готов. Ну и, я так понимаю, Хорхе Лорена, седьмой номер. Он обычно исполняет стандарты у АЕКа, тоже у мяча. Ну и в центре там стерегутся Рокут сразу два футболиста, Лобан и Антониадес. Опасно ворот Игнатовича. Навес, удар, тащит мяч Игнатович. Да, можно выдохнуть, аплодировать голкиперу. Первый по-настоящему серьезный эпизод в этом матче у ворот минской команды. Насколько важен для АЕКа гол на выезде, мы говорим, насколько важно не пропустить минчанам дома, тоже об этом говорили. Ну это наигранная была комбинация, очень красивый эпизод, около ворот Динамо. Ну а здесь фолл и хорошая возможность для белорусской команды что-то придумать. Ну можно похоже придумать, да, что-то наигранное показать сопернику. Только что нам показали коллеги, как здорово сыграл Игнатович в этом эпизоде. Вот он, Хорхе Лорено, который именно он такой сброс на партнера сделал. У нас три его мяча, Олегович, Быков и Найок. Найок, похоже, тут не участвует в этом пробитии. Стенка с трех футболистов у кипрской команды. Летит вертолет, шубит над стадионом. Удар, Олеговича! Да, Хуан Павлов, он только рассчитывает на ошибку галкипера, можно было при таком ударе. Прямо по позиции вратаря, мяч шел, ну и не сильно. Еще раз смотрим, как Николай Олегович закручивает прямо в руки галкипера кипрской команды. Здорово играет на перехвате Карпович. Хвощинский направо, Найок. Смещается в центр мяч у Карповича. Быков в касании Налековича. Налево-то можно перевести на Острауха. Но нет, пас вперед. Тут два соперника, неудачно они добивают мяч. Быков показывает Найок Е1. Справа Быков пошел в ободку. Соперник наступил на мяч, можно играть. И бить поворотом нужно! Хуан Павло прижимает мяч к газону. Владимир Хвощинский постарался, пробил из-за предела штрафной. Но вот начало что-то получаться впереди у Динамо. Такое ощущение, что разбудил их вот этот розыгрыш стандарта соперникам. Но игра качельная у нас. И сами вы понимаете, да, чего будет стоить пропущенный мяч. Не хочется даже об этом думать. Ну, Игнатович, по крайней мере, выручил минскую команду. Пока об этом мы не думаем. Ну и отмечу, что перед матчем, понятный Манал Дзьякис, там разговаривая о матче. Говорят, что соперник сложный, будет тяжело. Такие фразы дежурные. Бросал Сорока. Ну, давай, Антон. Удар. Пампло на месте. Ну, как же так? По центру пробил Сорока. Что-то Митякис резервному высказывает. Недовольство судейства. Такую судью просто-таки. Что в самом начале развития этой атаки был фолл со стороны защитников и опорного полуточника Ликовича. Ну, и потом уже пошла передача на Сорока. Тот ей не воспользовался. Но, конечно, главный тренер Аека рвет и мечет на старте этой встречи. Постоянно что-то выкрикивает резервному арбитру. Ну, и тот находится под большим давлением. Да, ну, мы понимаем, насколько важно для Аека тоже пройти дальше. Насколько заведен тренер. Хвощинский налево. Быков. Отсюда и пробить может Артем, если позволят соперники. Ну, нет. Не бьет. Смечается в центр. Пытается обойти тут троих оппонентов. На йог. Удар выше ворот капитана Динамо. Не очень подготовленным выглядел этот удар на йога. Мы знаем, что с ударом-то у него все в порядке. Но не в этом случае. Еще раз смотрим. Это на йог, кстати, такую передачу на Сороку выдавал. И Сороку здорово мяч обработал. Ну, не знаю. Пробил, мне кажется, плохо. На самом деле, вот учитывая эту позицию Антона, как он здорово мяч принимает, да, и насколько там соперники мешали. Ну, мог, наверное, хотя бы в уголок пробить, а не по центру. Прямо Хуану Пабло. Ну, это мы желаем, конечно, этого. Опережает Флориан Карповича ТТМ. Главное здесь не фалить. Передача и удар головой. Снова Игнатович выручает. Что творит Игнатович в воротах? Ну, тот сейв, это здорово. Это вообще мега сейв. Спасение очередное. В общем-то, пас, конечно, такой, знаешь, как под удар ногой. Там выпрыгнул игрок киперской команды, просто гвоздил мяч в нижний угол, но Игнатович потащил этот мяч. Открылась, открылась игра. В общем-то, на тему другие ворота так идут. Вот вам Игнатович, который появился сегодня в воротах. Многие ожидали возвращения Андрея Климовича. Считали, что это всего лишь ротация выхода Игнатовича на матч против Днепра. А сегодня появляется вроде резервный галкипер Динамо и пока что сохраняет ворота на замке при двух суперских моментах у АЕКа. Да, Тетэ посылал, а бил Иван Тричковский, 12 номер, который, в принципе-то, не особо заметен был на Кипре, но не особо заметен был до середины второго тайма. Потом он явно раскрылся и совсем по-другому игра у него пошла. Налево перевод на Тетэ. К этому парню нужно глаз да глаз, потому что, ну, он может все в футболе. Да, может быть, в элите он не играл, но, тем не менее, очень техничный. Заброс здорово. Галович, голова действует. Наёк, толчок в спину. Очень болезненное столкновение. Наёк поднимется, вроде все с ним нормально. Очень волнуется Сергей Гуренко. Постоянно на ногах и главный тренер АЕКа. Но они оба волнуются, согласитесь. Кресердный недавно к тренеру соперников подошел, сказал, что нужно вести себя по стержне, иначе он будет отправлен на трибуны, но это совершенно не успокоило. Пока что самого горячего человека на стадионе «Трактор». Ну, вот горячий, не горячий, но по-прежнему у него пиджак на спине, и не жарко-то ему. Ну, возбуждение, наверное, оно внутри, выплескивается наружу. Но ты сказал, что оба тренера очень волнуются. Понятно, что у Гуренко волнение, мне кажется, намного больше, потому что все-таки 0-2. Команда проигрывает, пока ничего не поменяли после первого матча. Не забили ни разу Карпович. Под него подстраивается Хвощинский. Снова Карповичу. Очень неплохо здесь разыграли мяч «Динамовцы», но без продвижения вперед. Лекович, Быков. Ну, вот он, возможность для удара рядом со штангой. Неплохо. Моменты у «Динамо» имеются. Согласись, по сравнению с матчем против «Днепра», я понимаю, что сравнение здесь не очень актуально, но, тем не менее, шансы у «Динамо» есть. В атаке что-то, но проклевывается. Ну, пошло после того стандарта, который был ворот минской команды. Потому что в игре против Могилевской команды вплоть до пенальти на 44-й полминуте или на 41-й, я уже не вспомню, там вообще у «Динамо» все было очень глухо. Впереди. Ну и такой футбол, не знаю, согласишься или нет, но мне кажется, не особо-то плюс минчанам. Имею в виду, что без центра поля, да, на одни и на другие ворота, потому что это пропущенный мяч минским «Динамо» намного сложнее делать для минчан. Я думаю, что вот такой матч бы, если бы был как на Кипре, когда АЕК вроде там атаковал, но не особо много, да, но и забил. Но, честно тебе скажу, вот работая на том матче, у меня сложилось ощущение, что, в общем-то, не особо-то сильнее минчан на АЕК смотрелся. Ну так получается, да, команда здорово сыграла, выиграла 2-0, наверное, была сильнее. Но так по визуальному наблюдению, ну ничего не показалось. Очень уверенно, спокойно, без суеты играл. И Дьякис, мне кажется, так себе нервно не вел. Хотя, возможно, этот момент я упустил, потому что все-таки работал под картину. Карпович. На правой передаче большим числом АЕК обороняется. На Йок. Лекович. Да, там 9 человек в обороне плюс галкипер, только Флуриан в центре поля не участвует в оборонительных действиях. Вот он там за спиной Галович, цепляется за мяч, и Галович фалит. К сожалению, слишком далеко мяч из себя отпустил, занял хорошую позицию соперник, и пришлось валить со спины. Не специально это было сделано, так просто получилось. Не торопится Каталай исполнять стандарт. Капитан подходит низ, пеша к мячу, но мы еще раз видим, как здесь Нина Галович по ноге соперника ударил. Каталай бьет вперед. Похоже, Кузьминка там соперник чуть подталкивал спину. На Йок. А тут уже Хвощинский толкает. В центре поля 20-го номера Винсена Лобана. Ну и поглядывает на часы Сергей Гуренко, он уже понимает, что быстрого гола в этом матче не случилось. Для Динамо это, кстати, ну не знаю, было ли это частью плана, но сами понимаете, насколько это большой был бы момент для Динамо с точки зрения спасения. Ну ты знаешь, я тебе скажу, что тут хорошо, что не пропустили, потому что, ну согласись, что те два удара, особенно на второй, да, вот Тричковского был намного опаснее тех эпизодов, которые Динамо организовывала. Хевел навешивает. Остраух. Да, здорово играет Остраух. А, вот пользу Аека. Разыграли мяч. Кипрская команда на вес. Игнатович на выходе хорош. Ну и правого фланга свободен, никого тут нет. Из партнеров сильно на Сороку бьет Игнатович. Ставит корпус Сорока. Не позволили ему добраться до мяча. Хвощинский, нет, это Хлебас. Переезжает его опорный полузащитник. Там хорош, конечно, вот этот двадцатый номер. Винсен Лобан. Он располагается как раз-таки перед четверкой защитников. Чистильчик такой своеобразный у своей команды. Чуть выше, кстати, играют. Ну тут вообще-то интересный момент, да, потому что вроде как Хорхе Лорено должен выше играть. И должен играть Тричковский. Но вот это и Хевел постоянно вот частенько на одном фланге находятся. Это тоже какая-то задумка, наверное, Диакиса, чтобы запутать соперник, когда вот два крайних игрока играют на одном фланге. Ну, Юрия Чужа представлять не приходится, да. Наблюдает так вот довольно серьезным видом за тем, что происходит на поле. Карпович. И нужно выстраивать новую атаку Динамовцам. Передача на Сороку. Очень здорово. Тут классно, да, по-игроске Каталаева корпусом оттесняет. Ну и Гуренко что-то советует Сороке, да, как принимать мяч. Не торопится вводить мяч в игру Хуан Пабло. Ну, в принципе, Аехт особо время матча не тянет. Команда играет. Тоже в атаку. Ну вот свисят болельщики Динамо. Ну, я сказал, не торопится. Хуан Пабло очень замедлено там мяч устанавливал. Пока валийский судья спокойно на это реагирует. На Антони Адиса. С добро! Здорово! Вот это и вне игры, к счастью, фиксирует боковой. Да, Дякис там хватается за голову. Улыбается так. Ну, вы сами понимаете, что это улыбка. Саркастическая. Конечно. И опять серия претензий четвертому резервному. Тот, ну, таким потерянным видом наблюдает за всем происходящим. Видно, что очень трудно ему работать в подобного рода условиях. И вот Сергей Гуренко, который, кстати, тоже любит пообщаться с резервным арбитром, он сегодня пока что ни разу к нему и не обратился. На самом деле самая сложная работа резервно, потому что постоянно вот этот тренерский выплеск, постоянно выслушиваешь, что они там говорят себе. Здесь нужно иметь стальные нервы и уметь от этого как-то отрешиться. Вот пошел резервный кромпкий поле, наверняка сообщит об этом поведении главного арбитра, главного тренера АЕКа, главному арбитру. Ну и там еще небольшое повреждение у футболиста кипрской команды. Поднимается с газона там Труйольс. Да, четвертый номер. Тут мяч выбивал и врезался в него Остраух. Причем мяч улетал от Киприота, ну, от игрока кипрской команды. Труйольс – испанец. Но был фол со стороны Острауха, поэтому удар пробили Киприот. Кипрская команда пробила удар. Мяч в центре поля. Сорока цепляется за этот мяч. Пас на Йоку, на Йок. Сзади соперник, сзади соперник. Подсказать капитану нужно Карпович. Да, подсказки идут такие довольно громогласные, да, мы слышим. Со скамейки. Гнатович. Ну, пока... Пока пытаются мячане, но не получается. А, вот, конечно, от Менчанина, поэтому убраться будут соперники. Тридцать вторая минута на секундомере. 0-0 в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги Европы в матче Динаминской АЕК. Ни на метр не приблизились мы, к сожалению, к решению задачи. Ну, как минимум, к переводу игры в дополнительное время. Давайте все локально вот так вот выстраивать. Ну, заметим, да, вот тот момент. Давай обратим на это внимание, что, в общем-то, может быть даже немножко неожиданно, что АЕК играет так вот в атаку, да. Не закрывается на все засовы команда, а именно играет в футбол. То есть отвечает своими атаками, и они были поопаснее даже. Игнатович быстренько мяч устанавливает. Уже меньше 15 минут до конца первого тайма. Естественно, время будет очень быстро испаряться в этой встрече для Динамо. И нужно бы забить в первом тайме Хвощинский. Притингует защитника, тот успевая сделать передачу на гол кипера. Правым флангом АЕК бежит вперед. Да, без центра поля команды играют. Атаковала Динамо сейчас тут же киперская команда вперед. Мне кажется, знаешь, вот есть один момент, на который, наверное, мы с тобой не обратили внимания, что АЕК имеет право рисковать. Потому что, ну, пропустит мяч один, да, но что это поменяет? Чуть-чуть Минчанам легче станет, но АЕК будет хозяином положения. А если АЕК забьет, то, соответственно, большущие вопросы будут, как Динамо будет 4 забивать. Поэтому вот у них есть право на риск, пока вот 0-0 счет. И поэтому, возможно, они вот так играют открыто. Вот интересно будет посмотреть, они пропустят мяч. Будут ли они так играть, либо закроются чуть-чуть? Я думаю, что немного закроются. Но пока что об этом говорить не приходится. Опять-таки, к сожалению, никакой момент может у АЕКа получиться. Скидка под удар мимо. Простил Хевелл. Да, Хевелл простил нас. Из сегмента бил по воротам, но не попал голландец. Бьет Игнаточ в своих ворот. Ну, честно признаемся, в обороне у Динамо, конечно, сквозняки гуляют приличные. В принципе-то, мне кажется, это неудивительно. Сквозняки гуляли в матче против Днепра в прошлом туре. Хвощинский просто прет, как танк на соперника. Но там стена. Здорово. Вне игры. Флориан на всаде. Поднимает. Здорово. Здорово нападающий мяч принял. Согласитесь, обработал его. И здесь желтая карточка. Опять улыбается. И Диакис. Ну, желтая понятно. За что? За удар после свистка. В таком антураже не услышать свистка очень сложно. Даже тут можно не пенять судье. Дескать, я не слышал. Нет. Конечно, он слышал. Ну, и обратите внимание, как высоко поднимаются крайние защитники у Динамо. Я имею в виду Карповича и Острауха. Ну, этот повтор нам, кстати, не дает представления о том, был ли офсайт. Но, честно говоря, вот если был бы повтор с другой точки, довольно сомнительно, потому что так по повтору кажется, что, возможно, офсайт и не был. И здесь все в пределах правил. Правда, здесь уже претензия от Идиакиса. Футболисту своей команды, а не арбитру. Очень нужен гол в первом тайме. Быков оказался под прессингом, но и так уже пнул мяч в сторону. Хорошо, что все хорошо закончилось. Лекович. Какой-то непонятный сумбур здесь появился в действиях динамовцев. Быков. Вертикальная передача. Хлебас. Очень даже неплохо. И можно отдать передачу на Карповича. Ну, и пока без особого продвижения вперед. Быков. И все на этом. Ну, честно говоря, вот снова мы видим в матче тот отрезок, когда у динамо ничего впереди не клеится. Да, была какая-то такая 50-минутка после опасного розыгрыша Аека, после первого сайва Игнатовича, когда начало что-то получаться. Ничего себе там Флориан договорится сейчас. А мы бы не против были, да? Если бы вторую желтую валийский судья достал Флориан, была бы красная. Ассистент главного тренера Аека сразу же выбежал и начал что-то Флорину выкрикивать, чтобы вел себя поскромнее. Тренер Адьякис нехороший пример подает своим парням. Он постоянно там что-то нервничает, что-то от судей им высказывает. Ну, согласись, он заводит свою команду. Он передает ей вот эту вот нервозность после решения арбитра. Правильный, неправильный. Это вопрос старостепенный. Но, в принципе, для Аека счет такой, что можно на это закрыть глаза. Потому что ошибки, они, ну, на самом деле, не критичны, даже если они и есть. Ну, и ты в любом случае ничего не поменяешь. А тот бедный четвертый судья, похоже, так вот смотрю. Он с ноги на ногу переминается. Он с тобой располагается, правее стоит от скамейки. А Ека так отстранился немножко, чтобы не слышать этот вот вопль Идиакиса. Да, он уже устал. Это очевидно. Карпович. Навес на дальнюю штангу. Никого там нет. Мяч улетает за пределы поля удар от ворот. Ну, давай, запасных назову. Климович, Швецов, Копленко, Николич, Сочивка, Бегунов, Лукич. Кстати, ну, Лукич, Николич, наверное. В общем-то, некого упускать. Швецов, Бегунов, Сочивка, тот же Копленко. Люди, которые ориентированы на оборону. Вот где нападающих брать Динамо? Герголидис, голкипер, Акаран, Томас, Больевич, Начукасас, Мурилию и Метидис, запасу Идиакисов. Хощинский, Сорока. А где Хлебос? Хлебос где? Как будто нет его на поле. Закрыт он на левом фланге. Сорока на двоих пошел, обыграл. И желтая карточка здесь просто обязана быть показана. Ну, нет, не достает желтую судья. Грубовато палили на Сороке. Ну и красавец, один из номеров Динамо. Разобрался в эпизоде очень здорово. Ушел от соперника и практически вошел в штрафную площадь. Не позволили. Ну, там Лобан подстраховал Антониадиса, но без желтой карточки последнее устное замечание для центрального полузащитника Аека показал судья. Ну что, стандарт еще один у нас у ворот Хуана Пабло. Мы, наверное, не против. Были бы, если бы хотя бы один мяч Динамо отыграл в первом тайме Лекович и Быков у мяча. Ну, это было бы просто здорово. Быков и Лекович. И нам бы какую-нибудь домашнюю заготовку, да, сопернику предоставить. Там, ух, смотри, там Медьякис и его ассистент вообще выскочили за пределы своей зоны. Удар! В сторону ворот! И фолл в атаке. Да, толчок фиксирует судья. Как же они волнуются, эти горячие испано-кипорские представители Аека. Еще раз смотрим повтор навеса. Ну вот здесь посчитал судья, что толкал соперника в спину игрок минской команды. Ну, наверное, он прав. И реакция Сергея Гуренко на эту подачу. Ну, кстати, что касается взаимоотношений белорусских и кипрских команд, у нас статистика просто ужасная. Одна победа на ничья и пять поражений с учетом проигрыша в Ларнике от Аека. Чем-то мне доволен сейчас вот Речковский. Ну, штрафной ты тебе судья дал. Желтую хотел, чтобы сопернику показали. Это много. Ну уж очень хорошо работают наши микрофоны шумовые тут. И хорошо работает Сергей Гнатович. Да, там Гнатович так кричит и не всегда. Без лексики ненормативные. Ну, подсказывает своим парням. Навес. Вынос. Подбор. Удар. Ух, там скамейка, что творит Аека. Посмотрите. Вы просили коллективно. Угловой, возможно, было. Они просили штрафной. Считали, что там ногу отрывал игрок Динамо сопернику. Вот повтор смотрим. Давайте глянем на повторе. Да, просто блокировал удар острухи. Да вообще островух ногу не выбрасывал. Не видела там криминала. Просто бежал на соперника, ногу не выбрасывая вперед. Да, угловой точно был. Но никак не в нарушении правил. Так что пока в Алиске судья здорово разбирается в эпизоду. Ну что, навес пойдет, да? Навес в Вратарскую. Сброс на дальнюю. Очень опасно все это выглядело. Просили пенальти, ребята. Но там судья даже не посмотрел в ту сторону. Быстро вперед Игнатович мяч посылает. Здорово. Сорока. А тут Хвощинский с Хлебасом не успевают. Не знаю, у меня ощущение такое стойкое, что из этой тройки атакующие и Хвощинский с Сорока Хлебас один человек выпадает. Сами понимаете, кто. Ну, Хлебас выпадает, да. Сторого цепляется за мяч Сорока. Он делает скидки на партнеров. Хвощинского видели, да? Который угрожал воротам соперников. И вот еще какого-то дополнительного усилия буквально не хватает в атакующей группе. Ну, и тут Лобан достался в центре поля. Поднялся быстро Киприот. Именно Киприот, потому что у них кипрский паспорт. И бросается боковой игрок Динамо. Бросает назад. Ну, и совсем скоро перерыв. Надо бы сейчас поднажать. Ну, хотелось бы. Активно провести эти последние минуты первого тайма. Вообще, на самом деле, вот для нейтральных болельщиков, ну, тайм неплохой, да? Остроты много. Не скучно. Да, не скучно, по крайней мере, вот туда поворотом. Павло на месте. Хвощинский пробивал с дальней дистанции. Ну, как минимум, Хвощинский сегодня на удар нацелен. Ну, он всегда нацелен на удар. Вопрос в реализации, конечно, у Владимира. Но если будет, допустим, ударов 5-6 у него, то один точно забьет. Антониадис. Галлович хорош. На Йок. Можно на Лековича дать. Отдает Лекович. 1-1, да, подсказывает ему. Направо Сорока. Нет, тут Катала хорош в отборе. Нет, нарушение правил. Можно продолжать играть. Лекович. Ни в коем случае нельзя обращать внимание на эти падения постоянных игроков кипрской команды на газон. Пусть арбитр принимает решение. Может быть, Хлебас пошел в штрафную. Еще раз прострел. Ну, как же так? Ну, ух, Владимир Хвощинский. Это он. Не попал по мячу с метра. Хлебас там продавил соперника. С второго раза пристрелил. Но Хвощинский до мяча не добрался. А тут нужно Игнатовича выходить из ворот. Очень опасный момент в таких случаях, когда защитник закрывает соперника. Но может вынырнуть он из-за спины и протолкнуть, что называется, мяч в ворота. Ну, что-то получается у Динамо. И надо бы все это капитализировать. Сорока в касание слишком сильно на Найока. Две минуты до конца первого тайма. Антониадис бросает с боковой линии. Найок. До конца идет. Но судья покажет, что мяч Айека. Сорока тоже воспользовался возможностью боковому арбитру что-то высказать. Ну, я бы сказал на повторе, что все-таки прав судья. Но, с другой стороны, заметь, как Гуренко себя ведет. Вот сейчас в этом эпизоде начали претензии предъявлять футболисты. А Сергей Гуренко, наоборот, успокаивает их. В отличие от Идиакиса, который заводит своих парней. Может быть, излишним, да. А Сергей Гуренко, наоборот, предлагает спокойнее, увереннее. Главное, в футбол играть и не спорить судьи. Да, и энергию в другое русло направлять. Нетросаут от футболиста Айека. Труйоль, с вами очень летает с боковой линией. Вот Хлебаса нам показывает крупный план. Минуточку команда сыграет. Плюс время, которое судья компенсирует. Вопрос, будет ли это компенсированное время. В общем-то, без остановки игра проходит практически. На вештрафную. Неплохо. Найок. И под удар. Нет, не получается. Убивают мяч соперники. Флориан против Галловича. Галлович хорош. Но сбрасывает там Лековича, обыгрывает соперник. И успевает Быков. Красавец Артем отработал в этом эпизоде. Последние мгновения основного времени первого тайма. Но такие эпизоды в Алиске судья не будет свистеть, как показывает Хорхе Лорен. Надеюсь, что меня придержали там за трусы, что ли. Судьи из Британии, они обычно позволяют играть футболистам. Ну что, 0-0 пока, да, в этом матче. К сожалению, в первом тайме забить мячанам не удалось. В первую очередь мы об этом говорим. Два мяча нужно по-прежнему забивать в команде Гуренко. Задача на 45 минут ближайших. Потому что если не забьют два, больше времени не будет. Ну и посмотрим, наверное, последнюю атаку мячан в этом тайме на Йок. А может быть, забьют сейчас. Карпович, Быков. Нет там своего футболиста. Добавляет судья. Две минуты. И снова не реагирует главное нападение Флориана. Лекович. Остроух назад. Лекович. Быков. Направо. Забегание Карповича увидел, но повыше. Бантыниадис мяч отбивает. На Йок. И можно продолжать атаку. Неудачная передача на Карповича. Тут как тут подкат на Йока. И до конца, до конца дорабатывает эпизод. Хорош на Йок, конечно. Вот в борьбе ему не откажешь. До конца работает на Йок. Ушел мяч за пределы поля в воздухе. Показывает главный. Нужно бросать аут. Уже сыграли команды 50 секунд из двух минут. Минуту с небольшими еще проведут на поле трактора в первом тайме. Менчане позиционную атаку проводят. Хлебас. Хлебас уткнулся в соперника и завалил того. Ну, не знаю, Влад. Честно говоря, мне кажется, что, возможно, если будет замена, то Хлебас уйдет, а какой-нибудь Лукич либо Николич выйдет. Ну, явно он выпадает пока из этой тройки нападающих, как ты отмечал. Ну, правда, вот, конечно, атакующих футболистов в запасе Сергея Гуренко крайне мало. Ну что, Хуан Пабло не дотянет до конца второй добавленной минуты? Нет, наверное, еще не успеет дотянуть. 30 секунд еще играть в одном тайме. Кузьминок. Мяч уходит от соперника. Эдуард Ворот. Ну, похоже, это все, что было в этой первой половине. Пока Игнатович выбьет, те самые две минуты истекут, добавленные. Ли Эвансом, арбитрами Зуэльса. 0-0 в матче Минского Динамо и Аека после первой половины. 0-2 после двух матчей мяча они пока проигрывают. Ну и 45 минут остается команде Гуренко, чтобы исправить положение, забить два мяча. С надеждой на это ждем продолжения матча во втором тайме. Сохвощинского меняет Сергей Гуренко. Никола Лукич в игру вступает под 44-м номером. Давайте о составах еще раз. 35-й Игнатович в воротах. 2-й Кузьминок, 4-й Галович, 5-й Остраух, 7-й Быков. 11-й Сорока, 16-й Карпович. Под это атаку Динамо представляет состав команды. 17-й Клебос, пенальти! Ох ты, как же здорово-то, а! На 46-й секунде зарабатываем. 19-й на его капитан, 31-й Лекович, 44-й Лукич, Гуренко тренер. Потом обо всем по порядку. Острауха сбили. И Минчане на первой минуте, на 45-й секунде второго тайма зарабатывают право на пенальти. Влад, давай, там снизу ты видишь все эмоции. Прокомментируй. Я смотрю повтор пока. Кстати, на удивление спокойно отреагировал главный тренер Айека. Я тебе скажу почему. Почему? Потому что Тричковский ногу оставил. Оставил Тричковскую ногу. Раз. И за нее, ну, давай так, по-честному. Очень грамотно. Остраух зацепился. Ну и Сорока, который забил с 11 метров в матче против Могилевского Днепра. Ну и теперь, конечно, давление гораздо более серьезное. Нет права на ошибку. Очень важный мяч может сейчас провести Антон Сорока. 47-я минута матча. Антон Сорока против Хуана Пабло. Разбег, удар, 1-0. Пользу Минчан забивает Антон уверенно это делает. Ну что, мяч отыграли. Остраух красавец, заработал в пенальти. Вот, кстати, да, тот самый быстрый гол, который нужен был в первом тайме. Он есть во втором. Ну и если брать в расчет все турниры, в которых Минская Динамо принимала участие в этом сезоне, то получается у Антона Сорока уже 11 забитых мячей. Более чем приличный результат. Я бы коллегам еще предложил показать нарушение разочек, да, вот, в связи с этим ударом Сороки в паузе. И еще раз мы убедимся, что там был фолл от Тричковского, который пошел помогать партнерам обороны. Он ногу оставил и зацепил острауха. Судейская бригада, кстати, вот в тему сейчас. Ли Эванс, главный судья. Дэниэль Беккетт, Джонатан Брайант, его помощник на линейках боковых. Четвертый судья. Брай Макрон Джонс, тот самый, который выслушивает все претензии главных тренеров команд. Наблюдатель судейский. Болы 10-10. То есть по статистике видим, что первый тайм, в принципе, равный. И момент у Аека возникает. Удар с дальней дистанции на мертва мячурки забирает Сергей Игнатович. Вот помнишь, мы с тобой в первом тайме рассуждали о том, как игра у Аека повернется в случае пропущенного мяча. Теперь у нас есть возможность за этим понаблюдать. Да, тут Флориан претенгует Игнатовича. Продолжит ли команда ски проиграть на встречных курсах или закроется? Сыграет более прагматично или наоборот станет чаще и активнее искать шансы забить этот драгоценный гостевой мяч? В общем, по-разному может игра повернуться. Ну, вот, кстати, заметим повтор. Вот Хлебас, видите? Ну, здесь явный толчок соперника. Но я не потому говорю, что судья здесь не прав. Судья просто ведет свою линию. Вот такие моменты были в первом тайме, когда Медзиакис просто выпрыгивал из штанов. Но мы видим, что и тут судья не свистит. Он дает играть, хотя игрок кипрской команды, в общем-то, толкал Хлебаса. То есть нужно к нему прыгнуть. А потом был момент у центра поля вот здесь, да, когда локтем соперник сигнал против Минчайна. И здесь уже судья, естественно, свистнул. Дает просто играть валийский судья команды. Кузьминок. Пас вперед неплохо. Сорока не сумел поставить ногу на Лукичу мяч не отправил. Кузьминок, сзади соперник. Флориан по ноге бьет Кузьминка. А у него желтое есть, между прочим. Судья. Нарушение правил фиксирует в сторону ворот нашей команды. Да ладно. Давайте повтор глядеть. Ну, не знаю. Похоже, там, возможно, Кузьминок и ударил соперника. Но такое ощущение было, что сзади подкладывается Флориан. И, возможно, сам там ногу подсунул. Вот смотрим повтор. Ну, да. Тут Флориан мяч выбил с под ноги Кузьминка чисто. А потом так покасательный наш защитник центральной заехал сопернику Панаги. Наверное, судья согласимся и здесь. Предоставил персональные рекомендации Лукич Сергей Гуренко. Посказал, как нужно действовать в той или иной ситуации. И вот такой вот заброс прямо в руки Сергею Игнатовичу. Который дважды в очень сложных ситуациях потащил Динамо в первом тайме. Сильно выбивает мяч вперед Игнатович. Отскок в пользу Динамо. Направо, направо, направо читается на Карповича передача. Пасует Быков. Ну, и кажется, этот гол, да, он завел Динамо. В состоянии активнее еще действовать. Удар мимо. И угловой. Амелькашет был, да. Угловой. Ну, я не скажу, что завел Влад, но понятно, что в начале второго тайма нужно было так играть. Агрессивно с первой шесть секунды, конечно. И, конечно, посмотрим. Розыгры стандарта. Ну, что оставалось? Два мяча отыгрывать нужно, поэтому нужно было с первых минут начинать вот так играть активно в атаку. Подача от Быкова. И аут в пользу Динамо. Пять минут сыграли после перерыва. Один мяч забили. Нужен еще один, как минимум, для дополнительного времени в этом противостоянии. Бросают мяч они за боковой линии. Далеко бросает Карпович. Два соперника выпрыгивают. Катало головой играет. И прилетает мяч Ктета, который запускает его на трибуну. Ну, до трибуны не долетает мяч. Хороший брос Сорока. Развернулся. Ну, там очень сложно было, мало пространства. Быков налево. Остраух. Юрий на вес. Удар головой из-под соперника. Мимо. Выше ворот бьет Лукич. Первый интересный эпизод с участием Лукича. Хорошая фланговая атака получилась. Неплохой подачей Острауха. Но, к сожалению, не вышел удар в створ ворот. И, конечно, каждый раз вот так вот мяч в игру. Голкипер Аека будет водить слишком долго. Убивать на этом секунд 15-20 драгоценного для Динамо времени. И надеемся, что арбитры на это тоже внимание обращать будут. Кузьминок. Здорово. Кузьминок сыграл на втором этаже. Сбросил Лукичу. Ну, кстати, Лукич, смотри, с первых секунд выхода на поле, да, заметен. Да, очень агрессивно действует. Молодец Лукич. Ну, что успеет тут первым к мячу Быков. Нет, тут фолл, конечно, от Быкова, мне кажется, был. Тут еще асфальт. Да, прикатился Флориан, да. Ну, он жестко катился, но не было нарушения правил. Надо подниматься. Да нет, фиксирует что, судья? Фолл или бросаута? Ну, ты знаешь, Флориан одна из самых активных и заметных фигур в составе Аека. Здесь Сорока подбежал, схватил мяч и предоставил его к раннему защитнику Аека. Так вот, сильно и раздосадованно бросил мяч в его сторону. Естественно, Сорока тоже понимает, что соперник пытается тянуть время уже сейчас. Тричковский назад, Хорхе Лорена пасует на Катала, Катала с мячом и налево, налево. Там Антониадис, заброс на Тете, но тут Галович его встречает и позволяет Хорват мячу выкатиться за боковую линию. Там держат руками Тете нашего Хорвата и нарушение правил, судья фиксирует. И быстро-быстро динамовцы мяч разыгрывают на йог. Ну, тут длинный пас считался, но на коротке было. Сорока выиграл воздух. Но не в той позиции Хлебас находился, чтобы подбирать мяч. Далековато от той точки, куда Сорока сбросил. Остраух. Лукич головой на Хлебаса. Тот принимает мяч. Быков. И налево. Сильно, но точно. Лукич в касании на Хлебаса. И мне кажется, все-таки здесь проблема того футболиста, которому была сделана эта передача. Все правильно делал Лукич. На ход вперед. По вертикали делал пас. Но тут, возможно, как раз-таки те проблемы пока еще недопонимания Хлебаса с минским Динамо. Все-таки проводит, ну какой там, четвертый матч. Второй полный, наверное, если не ошибаюсь. Поэтому тут немного есть такие моменты, когда, может быть, украинец не все чувствует, да, куда пас будет партнер делать. И здесь снова перехват. Быков очень хорошо на коротке. По центру не прошел на Лукича. Отбойный удар у Аека. Но вот на Флорина, который тоже, кстати, как и Сорока, очень здорово цепляется за мяч. Ну и здесь Кузьминок просто браво. Вот на Сороку передача повыше бы. Такой боевой матч во втором тайме. Меньше мысли, больше каких-то единоборств, столкновений. Но тут заметь, что второй тайм, это вот команды играют длинными передачами практически, да, вот эти 10 минут. То есть забросы, забросы, забросы. Меньше вот выхода через пас, как в первом тайме была. Мне кажется, такая игра, она больше Динамо подходит. Все-таки футболисты у Аека техничные. Они любят с мячом повозиться. И вот эти вот длинные забросы в расчете на 23-го номера Флориана, они, ну, не очень действенны. Впрочем, посмотрим. А вот заброс вперед на... Не получилось. Тут передача, конечно. Хотя очень хотелось сделать точный пас, но мяч свалился с ноги у Найока. Итак, Пабло не спешит снова мяч водить в игру. Я думаю, что покажет ему судья желтую. Не сейчас, так попозже тянет время. А это подарок от голкипера соперников. Лебас. Лукич. Подключение Карповича. Не очень удобный пас. Ну, вот, знаешь, честно говоря, сразу по развитию атаки было понятно, что стоило, наверное, пробить желтую Лукичу. Один-один по предупреждениям. Ну, это ничего страшного. Предотвратили быструю атаку соперников. Тактический фолк, как принято говорить, в такой ситуации. И 10 минут сыграли после первого тайма. Я думаю, что... После перерыва. Я думаю, что мы будем на время регулярно ваше внимание обращать, заострять на этом внимание ваше. Потому что это едва ли не ключевой вопрос в данном противостоянии для «Динамо». Нужен еще один гол. Ну, не знаю, насколько там Тетэ больно. Повтор, по крайней мере, мы видим. Да, по ноге ударил его Лукич, но там едва-едва коснулся. Такое ощущение. А Тетэ вот просидел там секунд 40 на газоне. Ну, главное, чтобы поднялся. И пробивать-то нужно стандарт. Не торопится Катала. Бьет на право фланг. Флориан. Почему-то никто его здесь не встречает. Спокойненько мяч пускает на газон. И такую позиционную атаку Аек пытается выстроить. Ну, Аеку желательно, конечно, мяч поддержать. Сейчас бить такой наступательный порыв «Динамо». Но не так, конечно, держать мяч. На Сороку заброс. Ах, чуть-чуть не перелетел мяч соперника. Все-таки опытный защитник там у Аека Мойсов. Тут сложно было ошибку подкараулить. Сшибается Тричковский снова. Снова давайте отметим Лукича. Насколько заряженным он вышел на второй тайм этой встречи. И снова неудачная передача от Лебоса. Совсем непонятный пас, честно говоря. Карпович столько пронесся по этому флангу, чтобы получить такой глупый пас штрафную. Ну, честно говоря, странно. Вот Сергей Гуренко, наверное, виднее. Все-таки он лучше видит в физической кондиции. Но тот же Квашинский, который много моментов не забивает, ну, не знаю, но он более сыгран с партнерами Нежах Лебос. Тричковский разворачивается. Назад, удар по воротам. Ой, Сергей Игнатович! Ух ты! Ну, там офсайд, кстати, был. Не засчитал бы, судья, мяч, тем не менее. Ну, как же так далековато отпустил мяч наш голкипер. Ладно, проехали. Хорошо, что все здорово для нас закончилось. Динамо в свою очередную атаку выходит. Снова заброс на Сороку. Но здесь есть шанс за мяч зацепиться. Неужели не было толчка в спину? Быстро, быстро, быстро разыгрывает мяч Динамовцы. Быков, Сорока, снова Быков. Ну, и Дяки, кстати, в этом тайме жених судья обращается к своим игрокам, которые не так играют, наверное, как хочет испанский специалист. Мне кажется, он сейчас озабочен тем, что происходит на поле, потому что ситуация-то подвисла для Аека, и некогда уже выяснять отношения с четвертым резервным. Ему, конечно, стало поспокойнее работать после перерыва. Карпович назад. Галович. Лекович опускается назад, чтобы помогать начинать атаки. Все практически футболисты Аека за линией мяча. Передача на Карповича. Вот тут на Лукича неплохо. Дальше что? Очень трудно продвигаться вперед. Вот посмотрите на одной линии сколько там. 5-6 футболистов Аека точно располагаются. Хороший паут! Ох, пац на Хлебоса! Защитник в последний момент выбивает мяч. И что, это аут или угловой? Да, там Труйоль здорово сыграл правый защитник. А все-таки аут. Это было опасно. Быков. Остраух. На вес хороший нужен. Быков. Но слишком-слишком долго, хотя разыграно неплохо. Быков. Прострел на ближнюю штангу, точнее подача. Ну, видишь, Быков не левша. Тут с левой ноги здорово было бы сделать прострел. И показывает Быков, что будет бросать чужую штрафную. Далеко и сильно. И подбор на Йок! Удар защитника попадает на Йок. Да, там благодарят партнеру Мойсову, который свой широкий торс подставил под удар на Йока. И мгновенно, мгновенно готовит замену тренерский штаб Айека. Дякис быстро откомандовал своему ассистенту. Какую-то замену там они приготовили. Надо ее осуществить. Все-таки реагирует, да? На такой трудный отрезок. Главный тренер Айека еще один момент. Это Игорь Кузьминок. Не попал Кузьминок, кстати, в ла. Честно скажу, что странно, но тем не менее. Даже вот такая группа болельщиков небольшая. Такой шум создает во втором тайме, что я практически тебя не слышу. Показали на повтор удару Кузьминка. Ну, успокоились болельщики. Сейчас поспокойнее стало. Но там бородатый дядька прибежал на лавку Айека. Будет замена у кипрской команды. Тут Тричковский сражается. Тот самый Тричковский, который сбил Острауха. Нарушение правил. Хорхи Лорена по ноге бьет Быкова. Пошла диагональ от Быкова направо. Не точная. Немножко не рассчитал. Да, с этой передачей. Галович. Ну, а тут что-то... Ну, Лекович страховался, наверное. Мог и не выбивать мяч за боковую линию. 47-я минута. Напомню, Антон Сорок из пенальти что-то открыл. После того, как Острауха в пенальти заработал Лукич. Тоже недопоняли друг друга. Длинный заброс. Сорока, наоборот, подходил к партнеру. Отклеился от соперника, чтобы принять пас в ноги. Вся игра Динамо строится через забросы на Сороку. На его способностях зацепиться за мяч там впереди. И дождаться притока сил. Скинуть на кого-то из поддерживающих атаку партнеров. Ну, и здесь на отбой уже играет защитник Айекова. Вы знаете, мне кажется, что команда из Кипра слегка так подрастерялась после пропущенного мяча. Требует водички немного Артем Быков. Хуан Томас выходит на поле под 10-м номером. Ну, и такая возможность для игроков Динамо небольшой водопой здесь организовать. А для Сергея Гуренко посоветоваться с представителями тренерского штаба Минского Динамо. А может быть, какую-то замену еще нарисовать в ближайшие 10 минут. Нужно наращивать давление. Нужно цепляться за шанс. Хуан Томас меняет Хевела. В общем-то, такая замена была и в Ларнаке. Тогда и Тетя, и Хевела снимал главный тренер крайних полузащитников. Сейчас тоже Хевела ходит. Голландец уходит, испанец уходит еще один. Быков. Остроух упас в больницу. Очень слабо отпасывал Быков. И аут. Айек заработал. Труйольц не спасет, бросает за боковые линии. Но вот Томас первое касание этого испанца мяча. Снова Томас. Не в додачу пас. Лекович отскакивает матч. Кузьминок. Улетает. К Дьякису мяч после выноса Кузьминка. Ну и так играется крайний защитник Айека. Он делает вид, что он не видит, где мяч. Ему его бросают. Он тоже якобы не обращает на это внимания. Ну странное, странное поведение. Желтый сейчас получит. Правильно, судья поступает. Абсолютно правильно. Так время тянуло откровенно, что... Какие вопросы могут быть? Ну это уже наглость. Ну и не скрывает улыбки. Труйольц, он свое дело сделал. У Труйольц и Флориана по желтой карточке у Айека. Ну не рано ли Айек начал время тянуть? 62-я минута. Еще масса времени. Галович. Неплохо. Лукич. Пошел Сочивка разминаться. Натянулась Аманишка. Ну я не знаю, связано это с тем, что он появится. Там четверо разминаются, кстати, Влад. Там и Копленко, и Швецов, и Николич. Сочивка четверо. Ух ты. Ой, ну это цирк. Ой, ну покатился по асфальту. Ну боже ты мой. Какой цирк? Один лежит, второй убит. Там Труйольц упал. Потом увидел, что возникает эпизод. Поднялся, доигрывает его. Сейчас снова на газон упал. Ну и лежит, корчится, когда на него игроки внимание обращают. Ну а в других ситуациях улыбается. Ну и этот футболист, который выкатился на асфальт. Ну я не знаю, насколько там жесткое столкновение было. Но вел он себя, конечно, очень сильно. Это, кстати, Томас, который на замену вышел. Десятый номер, если не ошибаюсь. Нет, нет, нет. Это опорный полузащитник. Ну вот борьба, да, тут с Найоком. Это Лобан. С Найоком борьба. Ну толчок в спину был. Ну и что? Ой, боже. Там толчок в спину был. Игрок упал за метр до линии боковой. И выкатился сам на асфальт Лобан. Там кувырков пять сделал. Желтую карточку получает Сорока. Он показывал главному арбитру, что не хотел здесь грубо играть. Ну и все нормально с Лобаном. Как видите, укатился на асфальт Лобан. Переиграл, переиграл. Повтор на самом деле нам показал то, что до линии боковой еще оставался метр. Когда Сорока Лобана толкал. Да, он толкал. Вопросов нет, но в полуборьбе Лобан, может, не подрочитал, что там асфальт. Но покатился так знатно на метров пять туда. Найок приходит в себя за пределами поля. На самом деле вот такое поведение должно, как-то, мне кажется, наказано быть. Хотелось бы, чтобы Фортуна наказала Аяк за такие вот выкрутасы. Томас едва не сохранил мяч для своей команды. Галович, Карпович, Лукиич скидка головой. Не точно. Кузьминог на Быкова и понеслись вперед. Хорошо открывается Сорока. Посильнее бы, да? Не ошибается защитник. Мяч у Аека на левом фланге. Антониадис забрасывает вперед. Ну, видите, судья дает играть. Там вроде как жестковато. Тричковский действовал, тем не менее. Не свистит арбитр. Хорхе Лорена назад. Катала против него Сорока. Поддавливает капитана Аека. Не точный пас. Антониадис, ну, я, честно говоря, не удивился бы, если он упал сейчас, да? Ну, и в ближайшее время появится Николич на поле заменит Хлебаса. Ну, логичная замена на самом деле. Ой, 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 ой. Остраух, желтая карточка. Покажите нам повтор, пожалуйста. Кто там больше пострадал? Там Острауху разбил лицо, Кипривот. На самом деле, по-моему, движение навстречу сопернику Острауху не совершал. Игровой момент, на мой взгляд, опять-таки с моей позиции. На самом деле, я тебе скажу на повторе. Вот, на мой взгляд, блокировка была со стороны Остраухы железная. Но пробегал соперник и двинул ему по лицу локтем. Вот что было в этом моменте. А сам упал, как будто там убили его. То, что Острауху хвалил, тут вопросов нет. Желтый он получает. И Сергей Гуренко согласен с вашей трахтовкой. Александр, он своим партнером и товарищем по тренерскому штабу сказал, что зачем совершать движение все-таки небольшое, но в сторону соперника. Отойди, не провоцируй такую ситуацию. Ну, мы видим, что там кровь и Острауху, потому что реально локтем засвинтил ему игрок Айека. Ай, здорово! Хлебас! Ну что, Хлебас, под заменку ты, может, покажешь свой уровень? А неплохо сыграл, на самом деле. Просто в другой позиции открывался Антон Сорока. Совсем скоро появится Николич. Это, в принципе, игрок старта, если брать этот сезон. Конкурирует он за место в этой тройке, атакующий с Лукичем. Они обычно меняются. Но вот сегодня Хлебас появился в старте и доиграл до 60. Получается, какой? Девятой минуты. Здесь молчит свисток. Отлично, Лукич. Здорово. Центр на йог. Налево на Быкова. Замечает, как Артем делает движение вперед. Но очень сильный пас. И пока меньшане в меньшинстве играют, на это, естественно, обращаем внимание. Острауха-то получает медпомощь. Вот поднимается. Юрий с газона. Моет там руки. Там, похоже, кровь на руках у него. Умывает лицо. Там резервно пришел справиться о состоянии Острауха. Да, заклеили ему пластырь, я так понимаю, рану. Такой боевой вид у Острауха. И под аплодисменты возвращается он на поле. Желтая карточка, небольшое повреждение. Но игру он эту продолжит. 20 с небольшим до конца этого матча. Еще один гол. Нужен Динамо, чтобы перевести дело в дополнительное время. Ну и середина второго тайма мы видим на секундомере. Здорово. Кузьминок на опережение. Лукич. Практически невозможно у Кузьминка эти наборства выиграть. Ой, Лукич как рискованно пасовал-то сейчас на Галловича. Выручил Хорват. И здесь Сорока. Бьет по ногам соперника. Желтая карточка у Сороки уже есть. Нет, ну вторую не покажется такое. А вот тут хороший такой смачный удар был. Аж тут слышно было. Там шумовый микрофон стоит. Так шлепнуло. Довольно прилично мой своего по ноге. Но он не, в отличие от испанцев, хоть он и македонец, мы знаем, как бывшие Югославы умеют провоцировать Сзю. Да, он здесь устал на ногах по-мужски, Павел Семя. Ну я думаю, ты со мной согласишься, что мы наблюдаем страстный матч. Что наблюдаем? Страстный матч. А, страстный. Ну да. Во втором тайме страсти кипят, конечно. И Николич вместо Хлебаса. То, что мы ожидали, наверное, еще в первом тайме. Я имею в виду замену Хлебаса, но доиграл до 70-й минуты. На мой взгляд, не очень удачно. И вот теперь Николич. Нынешняя группа атаки. Не хватает Хвощинского. Но в целом Сорока, Николич, Лукич они друг друга чувствуют и понимают. Вторая замена Аека будет готовиться. Глянь там, кто бежит на скамейку. Может узнаешь по номеру. Это восьмой номер. Восьмой номер это Аккоран. Он тоже входил на замену. Еще один испанский игрок. Нападающий по Амплуа. Ну, кстати, не удивлюсь, не поменяет он ТТ. В прошлый матч именно ТТ он менял. А теперь ТТ с мячом. Вот он с мячом. Обыгрывается с Томасом. Два маленьких игрока. Аккуратно нужно на Йоку играть. Ого, симуляция желтая. Все, все, сорвался главный тренер Аека. Я думаю, он должен быть наказан за такое поведение. Ох, как крышу сносит там. Он просто обязан быть наказан за такое поведение. Идиакису просто сносит крышу. Не показали коллеги с тяжелением этот момент, но там он просто слюной брызгал. А что на повторе? ТТ желтую зарабатывает за симуляцию. Давай смотреть. Да! На Йок махнул правой ногой и остановился полудвижения. Сделал. А ТТ взял и рухнул. А На Йок хитрый парень. Пускай смотрит повторы пойдет. И потом предъявляет валийскому судье. Только что представитель Аека подошел ко мне, спросил, был ли там пенальти. Я показываю головой, ну, кручу головой, что нет, но он улыбается и не верит. Желтая карточка еще одна. Ну, я думаю, будет извиняться. Быков зарабатывает предупреждение, так понимаю, да, за фолт-центри поля. Ну, честно говоря, пока, на мой взгляд, может быть, согласишься, нет, но судья просто железные нервы имеет. Валийский судья просто пока безупречно, на мой взгляд, все делает. При всей вот этой, как ты сказал, страстности игры. Ну, вы знаете, если бы судил испанский арбитр, ну, вы понимаете, да, из какой-нибудь горячей стороны мог бы поплыть вместе с командой гостей, но валийс пока что выше всяких похвал. А Куран вместо ТТ выходит. ТТ вот под замену там засимулировал, заработал желтую себе в пассив. Я смотрю, у тебя там, да, представители АЕКУ все консультируются по поводу падения. Вот еще раз ко мне подошли, спросили, пенальти или симуляция. Я сказал, что скорее второй вариант. Доверяю вам, Александр. Нет, там, Влад, честно тебе скажу, симуляция железная. Посмотришь потом повтор. Ну, и уже гораздо спокойнее отреагировали ребята из Кипра на мои слова. Ну, сейчас МТТ все объяснит, я думаю. Вот он уходит с поля и объяснит, что там он откровенно симулировал. А может, наоборот, будет до конца гнуть свою линию. Хотя нет, вроде бы так, судя по лицу, все-таки признает то, что был неправ. Что пытался купить арбитра, но не получилось это сделать. Ну, вот показали нам еще раз момент нарушения, за которое Динамо изполучил желтую карточку. 73-я минута. Все-то хорошо, конечно, но гол нужен Динамо. Ох, разворачивается соперник. Накрывают вдвоем-то Флориана Минчани. Самое неприятное, что вот за всеми этими страстями, падениями, желтыми карточками и симуляциями немножко так игра у нас распылилась. Моментов нет у ворот соперника, да? На эпизоды сбили игроки вперед. Я думаю, что такой сценарий с этими падениями и симуляциями вполне им на руку. Извиняется Томас перед партнерами за неточный пас. Лобан налево. Антониадис пошел по флангу. На вес. Никого тут нет. Мяч улетает за линию ворот. Но после перерыва АЕК футбол играть даже не стремится. Всеми силами удержать вот эти вот цифры по итогам двухматчевого противостояния. Эти цифры АЕК устраивают. И совсем другая история была в первом тайме, когда АЕК действительно играл в футбол и стремился по футбольному Динамо переиграть и найти свои шансы около чужих ворот. Ну а сейчас театр, и надо бы, конечно, все это нам переосилить и преодолеть. Ну и видим, что сочивка выйдет на поле у мяча. Ну я думаю, что это и под навал вариант. Здорово, здорово, здорово! Ой-ой-ой! Не подстроился под эту передачу. Да, Антон Сорока. Хватаются за голову все футболисты Динамо. Вот это шансище! Эх! И Александр Сочивка уже последнее наставление от Сергея Гуренко. Еще раз смотрим повтор удара Сороки. Полетел мяч выше ворот, к сожалению. Но тут тяжело было положить корпус Дата Мойсов за спины. Выбегала Сороки. 76-я минута. Нужен, очень нужен забитый мяч Динамо. Мы посмотрели замену людей из тренерского штаба АЕКа только что. Замену Динамовскую. Но они пока, похоже, реагируют на замену Гуренко. Мы сразу же доложили об этом товарищу Идиакису. Но тут такая замена, что, мне кажется, они сами не очень-то понимают, да? Как это все может повернуться и как сыграть. Выходит Сорока, которому оказывали помощь. Уже он на поле. Заброс. Улетает мяч за боковую линию. Ну и вот сейчас можно проводить замену. В ближайшей паузе. Так считает Сергей Гуренко. Отобрать бы чисто мяч здесь. Нет нарушения правил. Приближаемся мы к заключительной 10-ти минутке. Вот если, конечно, отбросить в сторону наши симпатии, естественно, переживания. Вот так вот в целом посмотреть на эту конкретную игру, то, согласись, она получается достаточно интересной и содержательной. Не с футбольной даже точки зрения, а вот как действие само по себе. Ну, мы отмечали, да, что был довольно веселый первый тайм. Во втором вообще страсти кипят. И этот мяч Сороки, конечно, ну, серьезно повлиял на игру АЕКа. Вот мы и ответ получили, да. Команда совсем не атакует в этом тайме. Итак, вместо Лековича выходит Сачивка. Это интересная замена. Давайте посмотрим. Может быть в опорную зону Сачивка и появится. А может три центральных сыграют. Тут есть вариант, что, допустим, того же Кузьминка Высокого отправит в штрафную. Да, может быть в концовке матча. Может быть под это. А, да, смотри, Кузьминок бежит вперед. Ну, пожалуйста. Да, ты угадал. Здорово. Второго форварда сыграет Кузьминок. Такого тяжелого, как принято говорить, форварда, который будет цепляться за мячи. Нужно просто цепляться за мячи верховые, там выигрывать воздух. Поэтому Сачивка в центр обороны, Кузьминок пошел в помощь Сороки. Ну, и вот и план Б от Сергея Гуренко. Если кто-то думал, что этого плана нет, то все-таки он имеется в арсенале у главного тренера Динамо. Это радует. Но давайте посмотрим. В принципе, ход достаточно распространенный в современном футболе. Понимаешь, тут еще вопрос. Мы с тобой уже об этом говорили, что Николич и Лукич, два игрока, которые в атаку нацелены, да, были на замене. А больше нет. Да, понятно, что учитывая ту обойму, которая имеется у Сергея Гуренко, это, возможно, единственный вариант для усиления атакующей мощи. И к этому варианту Сергей Гуренко прибегает. Ну, вот Кузьминок там пытается найти этот мяч. Не получается пока. И вы знаете, Игорь Кузьминок из тех защитников, который очень здорово играет, к тому же, на стандартах. То есть здорово играет на втором этаже. Он большое количество мячей за Шахтера забил. И, по-моему, за Динамо уже отличался. В общем, способен он там помочь Антону Сороке. В конце концов, вот защитники центральной АЕКа, они так или иначе уже будут распылять свое внимание. И, возможно, появится больше пространства, больше возможностей у Сороке. Пока мяча не обороняются. Там Быков зацепил за ногу соперника в центре поля, по мнению судьи. Четыре желтых у Минчан. Лукич, Остраук, Сорока, Быков заработали у соперника. Труйольс, Флориан и Тетэ. Ну, еще замены есть у кипрской команды, в отличие от Динамо. Атака левым флангом. Там аккуратнее играть, нужно там нарушать. Да нет, это борьба корпус-корпус. Там скорее нарушал соперник, правило, потому что уже падал и цеплял Лукича. Это может быть опасно налево передачи. Там свободная зона. Естественно, динамовцы будут сзади эти зоны оставлять в конце матча. А мы все верим в хорошую концовку, в перевод матча в дополнительное время. И ждет, ждет этих забросов Игорь Кузьминок и Антон Сорока вместе с ним. Толчок спины, похоже, от Карповича там был. Да, весь матч оба главных тренера на ногах не присел. Дьякис там, Сгуренко, ну, километраж прилично по своей зоне этой находили. Ну, кстати, заметьте, Аек сейчас грамотно играет. Отодвинул игру от своих ворот. Держит спинящее на половине соперника. Может быть, не угрожая воротами Гнатовича, но, по крайней мере, атак Динамо не видим. Но они успокоили игру. Я думаю, что после пропущенного мяча минут 20 инициатива прочно тогда была у минских динамовцев. Ну, а потом через симуляции падения Аек эту игру немножечко так, как ни странно, успокоил. Сорока! А вот смотри, Кузьминок, который мяч для Сороки выиграл. Кузьминок головой! Нет, не точно головой. Красавец Кузьминок доработал эпизод. Лукич, передача штрафную. Сорока, нет положения вне игры. Счет, а передача! Какой бит не дают! Николевич под левую ногу слишком долго. Не дадут столько времени. Влад, первый раз, когда там просто не знали, что делать игроки кипрской команды. Там Кузьминок просто всполошил эту защиту. Но, к сожалению, пробить не получилось у минчан. Так не хочется, чтобы мы все эти моменты, да, Сороки, и вот только что момент вспоминали с грустью после матча. Шансы есть у Динамо. Заброс на право фланг. Аккуратно нужно вести борьбу о Сроухо, не нарваться на нарушение правил. Цепляется Тричковский за мяч. Здорово сохранил его. А тут неточный пас и в подкате. Сочивка хорош. Лукич налево. Сорока. Быков поддерживает по центру. Сорока смещается сам в центр. Направо отдать можно удар. Павло. Фантастика. Потрясающий удар. Вот с моей позиции было видно, как же грамотно действует Сорока. Принимает мяч, подрабатывает под удар. Удар в дальний угол. Сильный. И галкипер тащит. Еще один шанс для Антона оформить дубль. Но я думаю, про индивидуальные какие-то заслуги даже не думает Антон в этом матче. Да и вообще по этому сезону. Есть, есть шансы у Динамо. Надо забивать. Еще одна замена у Яка будет последняя. Так жесткий Дьякис там крикнул запасном. Дескать, давай быстрее, Быков. Беги на лавку. Снимай манишку и выходи на поле. Но тут накрыть бы этого соперника. Не знаю, что с мячом делать футболиста Эка, похоже, в этой ситуации. Труйольс. Центр. Орхе Лорена. Вперед идти они практически не стремятся. Здесь Сочивка. Первое активное действие в игре. Смотрите, какое полезное. На перехвате играет Александр. Ну, кстати, предыдущий атак тоже Сочивка начинал перехватом. Так что второе получается. Но он-то свежий, да? Из-за спины соперника выскочил. Здорово сыграл. Тут главное не мельчить Менчанам. Лукич назад. Сочивка разобраться нужно. Он думал, Быков мяч заберет. Все меньше и меньше времени. Замена у Аека. Появится 18 номер. Кто же это? Андер Мурилио это, да. Это испанский защитник. Замет ли защитника вопрос Остраух. Навешивает. Ну, я так понимаю, под Кузьминка, возможно, выйдет Мурилио. Тоже габаритный парень. И аут. Вот на Мурилио передача, который еще не в игре. Вот сейчас замена будет произведена. Я думаю, что мы с вами посмотрим убойнейшие 10 минут заключительных в этой встрече. Понятно, что что-то добавит арбитр с учетом всех этих театральных действий. Тричковского меняет Мурилио. Да, времени-то мало остается. 7 минут плюс время, которое добавится. Ну, давай считать, что, возможно, 10, да. Может быть, там 11, но 10 минимальное количество минут, которые еще команды сыграют, наверное. Максимально, может быть, и больше. Галович, Карпович. И в коем случае не снижает давление, которое нарисовалось около ворот соперников. Лукич, и пошла подача. Под Кузьминка подбор за Николичем. Левая, хороший у него удар. Попадает соперников. Там много соперников, да. В той зоне, где Николич мяч принимал, поэтому в любого из них мяч попадал. Николич. Передача на Острауха. Здорово. Наех. А он может бить с этой позиции. Удар капитана нет. Ну, желание было большим. Удар не получился. И свободный удар. Ну, и засекайте время, да. Мгалкиперы мяч поменяют. Конечно же. И угол вратарский поменяет. Еще раз там показывает удар Сороки. Вободящий в дальний угол, где Пабло здорово, конечно, действовал. Но Пабло пока нет, желтый. Он-то еще не получал, хотя уже давно пора показать. Я думаю, что получит. Если так продолжит себя вести. Крикливые ребята из Кипра, на самом деле, приехали. Быков. Ох, Быков. У него желтое есть пассиве. Пошел, судья тянется в кармашек красной карточкой. Ну, зачем? Ну, зачем? К сожалению, вторая желтая, это красная. Ну, Артем Быков второй раз удаляется в этих Еврокубках. С Руновиками сейчас. Ну, вот много говорилось о том, что... Ну, не буду говорить, что там непоучительно было то, да, удаление. Тем не менее, много говорилось о том, что вроде урок для Быкова. Провокации не поддаваться. Другой эпизод, тут не провокация. Просто зацепил соперника рукой за плечо, учитывая, что желтая в пассиве была вторая и красная. Но даже не на эти заключительные минуты второго тайма это большая проблема. Это большая проблема так, если в перспективе, да, помечтать, посмотреть на два тайма по 15 минут. Хорхе Лорено мяча. Артем Быков. Ну, как же так? Навес. Выносит мяча не мяч из своей штрафной. Ну, Кузьмино, кстати, остается впереди, да? Он-то там остался. Ну, понятно, Быков сегодня выполняет роль. Вот мы видим еще раз, как Быков придерживает соперника за спину, за плечо и в итоге получает красный. Быков в центре поля играл, поэтому тут перегруппировка пойдет в центральном коридоре. Ну, мячанам нужно атаковать, конечно, тут, может быть, все и без Быкова получится, но, конечно, тяжелее стало играть в меньшинстве. Это не хоккей, безусловно, тем не менее, здорово Найок накрывает. Сорока придерживает мяч, получает от Хорхе Лорена по ноге штрафной удар. Ну, и вот он, шанс грузить туда мяч в штрафную площадь Айека. Ну, Коля Страук с левой, значит, грузить будет, навешивать, понятно. Что там Медзиакис видит, что он так активно подсказывает? Что там он видит, а не видит игроки? Найок все-таки будет подавать. Правоногому футболисту это сделать удобнее. А вот Найок, смотри, может и пробить, да? Удар! Пабло прямо в руки. Ну, наверное, думал Найок, что дернется голкипер из ворот, да, навстречу мячу, думая, что будет подачен и так можно будет достать его в раслог, но нет. Все меньше и меньше времени. Перехватывает мяч, а не мяч, пас вперед. Ну, там лежать будет долго игрок кипрской команды, больно ему, понятно, там Лобан без ног остался тут и воздевает руки к небу. А тут всего лишь Найок подкатился, мяч сыграл, но понятно, что перепал ты по ноге к Фриоту, без этого никак, но это жесткий подкат, все. Ну, вот в Алийске судья говорит Найоку, дескать, не волнуйся, все добавлю, все фиксирую. Две минуты до конца основного времени матча. Второго тайма, давайте так правильно говорить будем. Ну, знаешь, при таком развитии второго тайма тут минут семь можно добавлять, мне кажется. Ну, я думаю, столько не добавят, хотя... Пять замен, смотри, было по 30 секунд на каждую, две с половиной. Тут лежали, просто умирали игроки АЕКа. Еще пятерочку. Спокойно, набрасывалось. Ну, семь, да, это многовато тут. Семь вряд ли. Сопровождают Лобана, который едва-едва идет. А сейчас, смотрите, развернется и Козник бежит на поле. Вот, готов. А судья принципиально не выпускает пока его. Валец тоже обиделся. Вот, побежал Лобан, смотрите, как дернулся, а. Красавец, ничего не болит. Сильно на половину соперника. Сорока. Нет, не добирается Антон до мяча. Сочивка. И да, туда нужно засылать. Там вне игры было. Было вне игры у Сороки. Соглашусь с боковым. Выходил он из офсайда. Ну, и сейчас внимание к резервному суде. Важнейший момент. Ну, через секунд 10, думаю, 20 покажет табло. Потому что еще вот 30 секунд до конца 90-й минуты. Хуан Павло снова тут не спешит. Итак, добавляет Ли Эванс, главный судья этого матча. Попоказываю же. Господин Маркхен Джонс. Ждет, пока 90-й минуты закончатся. Ну вот, момент 5 минут. 5, да. Ну, тоже прилично. Сочивка вперед. Кузьминок, скидка. Ну-ка. Николевич. И у Сороки с ноги мяч снимают. Сорока начал разворачиваться под правую. Соперник выбежал из спины. Мяч выбил. Сочивка. Нет, нарушение правил. А еще Фориан отбрыкивается от Сочивка. Кстати, у нее тоже желтая по себе имеется. Истерика на скамейке Айека. Самая настоящая. Очень хочется. Честно говоря, очень хочется наказать Киприотов. Забить им этот второй мяч. Чтоб угомонились они все. И главный тренер. Предводитель, да. Все это истерии. Начальник паники. Ну и опять голкипер. Ну что-то валеец Хуан Пабло совсем там не торопит. Ну вот свистнул. Чтобы тот поторопился. А тот ворот стоит. Кузьминок. Два Киприота сталкиваются спинами. Над бой уже играет сейчас соперник. Да, грузить нужно вперед грузить. Но тут еще аккуратнее. Поточнее бы Сорока. Вау. На трибуну мяч засылают. Игроки Айека. Остраук. А угловой зарабатывает Динамо. Ну вот он шанс. Вот он шанс. Верим. Пошел Игнатович в штрафную. Спросил у Сергея Витальевича. Могу туда бежать? Да, можешь. Побежал. А помнишь кубковый матч с Днепром, да? Конечно помню. Из штангов, в которые Игнатович попал после подачи углового. Репетиция уже была. Навес. Мяч в воздухе. Еще один угловой должен быть. Да. Что ты руки разводишь? Боролись вдвоем. От тебя вышло. Подниматься нужно Томасу. Еще раз навес. Плохой. На этот раз на ближнюю штангу. Игнатович хорош. Выбивает мяч у соперника из-под ноги. Ох, пустые ворота. Хватаются болельщики за голову. Это беда. Это бежит. Восьмой номер. Акарон. Все. Один на один. АЕК. Плей-офф. Нет справедливости на самом деле. Ни в футболе, ни в жизни. Да. Ну, футбол это как-то, как говорится, часть жизни, что ли. Пошли болельщики по домам. Восьмой номер забил. Вышел на замену. Акарон Баррера Реес забивает. Ну, тут. Рисковал Игнатович. Убежал Акаран. Добежал до ворота. Попал. Здорово в шестерку. Но, честно скажу, Динамо большущий респект за этот матч. Вообще, на самом деле, обе белорусские команды выбывают из своих турниров в февракубках. Но Батэ будет играть еще в Лиге Европы. Плей-офф. С Лиги чемпионов команда выбыла. А Динамо из Лиги Европы выбывает. Но, на самом деле, то, что они в ответных матчах показали. Батэ вообще, на мой взгляд, лучший матч в сезоне провел. Так впечатления такие, по крайней мере, остались. Не знаю, как у тебя. Но Динамо сегодня тоже достойно боролись. Молодцы до конца. Молодцы до конца сражались, но, к сожалению, не проходят они дальше. Еще минут с небольшим играть. Возможно, еще добавят времени в Алиец. Все-таки тут праздновали киприот этот гол. Акарона. Акарана, правильно, да, наверное, так фамилия звучит. Ну и, я так понимаю, поет фан-сектор кипрской команды там небольшой. Уже понятно, все успокоились. Меча не забьют. Три мяча за оставшиеся минуту с небольшим. Сорок седьмая минута сорок с пенальти. И вот какая там, девяносто четвертая получается, да? Акаран. Один клуб у Беларуси остается в Еврокубках. Это Борисовский Батэ в Лиге Европы сыграет. Плей-офф. Жеребевка уже завтра. Соперника Батэ узнает. Он будет сильным в своей корзине. Мне игры судья фиксирует. Ну а Беларусь теряет каждого представителя в каждом раунде. В первом раунде Шахтер. Во втором раунде квалификация Брестская Динамо. Вот в третьем Минская Динамо. Не спешит Хуан Пабло. Все-таки она вместе с Уди дал бы ему желтую. Ну время добавлено закончилось уже, мы видим. Но секунд 30 сможет набросить Валиец, потому что праздновали голки прет. И нет. Не набрасывает. Один-один в ответном матче между Динамо и Аеком. К сожалению, Динамо выбывает из Еврокубков. Не решив задачу по отыгрышу двух мячей, которые пропустили в Ларнаке. От ТТ и Хевилла. Расстроен Сергей Гуренко. Один-один. Сорока 47-я с пенальти. А Каран 93-я. Вот так вот. Правильнее так. Ну, подошел, смотрю, Влад Аторгуренко. Что-то тот ему сказал. И пошел в центр поля благодарить своих футболистов. Не знаю. Возможно, нет у него желания разговаривать по поводу состоявшегося матча. И, ну, не знаю, мне кажется, вот на мой взгляд, я бы не поздравлял Аек с выходом в следующий раунд. Да, команда неплохая. Но вот то, как они играли в втором тайме особенно, честно говоря, не красят футболистов. Хотя, с другой стороны, наверное, все средства хороши, когда команда сражается за такую цель. То бишь, за проход в раунд плей-офф Лиги Европы. Ну что ж, теперь расчет на БАТЭ у белорусских любителей футбола. Что в Лиге Европы БАТЭ получится завтра. Команда Александра Ермаковича знает соперника. Статистика 45-55. Останавливали мячом, как и в первом тайме. 17-10 удары. 7-5 ударов створворот. 4-1 угловые. 2-2 офсайды. 21 на 15 фолы. Ну и, наверное, будем прощаться после вот такого результата. Не очень хорошее настроение у нас, тем не менее. Болеем дальше за белорусские команды. На этом все. Для вас работали комментатор-влататор Александр Смичковский. Счастливо. До новых встреч.